Демократия по-русски Добрый вечер. События пятницы, 8 августа на канале БТБ в студии Оксана Гуцайт. Кабинет министров утвердил проект закона о санкциях против стран, поддерживающих терроризм в Украине. В первую очередь это касается России. Список включает 26 видов возможных санкций и почти две сотни физических и 65 юридических лиц, въезд и деятельность которых в Украине будет ограничена. Подробности документа об ограничениях расскажут наши журналисты. Кабинет министров утвердил проект закона о санкциях против стран, поддерживающих терроризм в Украине. В первую очередь это касается России. Голосование по документу состоится в Верховной Раде уже в грядущий вторник. В соответствии с ним Украина получит право применить 26 санкций, в том числе замораживание активов, запрет предпринимательской деятельности и любых видов транзита, а также запрет на въезд и перемещение. Кабинет заставил список лиц, которые персонально, ощущать на себе действия санкций. Кабинетом министров Украины на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны передаются фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других государств, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и посягают на территориальную целостность и независимость украинского государства. Также Яценюк отметил, у него нет сомнений, что Россия будет продолжать следовать курсу запрета импорта украинских товаров и сокращения сотрудничества с Украиной. Потому введение санкций закономерно, подчеркнул премьер-министр, а также признал, оправданные потери от введения санкций понесет и Украина. При самом негативном сценарии для Украины в первый год потери, которые могут быть не только из-за санкций, но и из-за агрессивной политики Кремля, 7 миллиардов долларов. Украина, несмотря на потерю российского рынка сбыта, даже при условии санкций сможет показать рост экономики, утверждают эксперты. А вот Россия болезненно отреагирует на ограничения, в первую очередь в сфере транзита. Тоже стрелковое оружие, которое на сегодняшний день производится в очень больших количествах в Украине. И транспортные средства – это заказ украинским предприятиям, это поднятие именно украинских предприятий и поднятие тяжелой промышленности. То есть для Украины это, как это ни парадоксально, позитив. Что же касается транзита, то это достаточно больно и жестко, потому что нефтегазовая сфера – это то, на чем держится на сегодняшний день Российская Федерация. Вступят в силу и объявленные ранее санкции в сфере культуры. Прокат двух российских фильмов уже отменен по причине искажения исторических фактов сценаристами лент. Список же представителей российской культуры, деятельность которых на территории будет запрещена, все еще не утвержден. Въезд или не въезд тех или иных деятелей культуры России, не Министерство культуры определяет. И, конечно, их не будет 511. И никого из этого списка я называть не буду, но там около 14 лиц отобрано в так называемый список тех, на кого распространяются некоторые ограничения. Какие – это не я решаю. Это решают определенные органы совместно с Министерством иностранных дел. Список экономических и культурных санкций со временем может только расшириться, заявляют эксперты. Впрочем, по словам Арсения Санюка, правительство принимает жертвы во имя нового образца будущего Украины – прогрессивного и независимого. Андрей Луценко, Александр Банн и Юлия Бойнарь, БТБ. Ради прогрессивного и независимого будущего нашей страны сражаются и воины на востоке Украины. Те из них, кто проявил мужество и героизм в ходе АТО, награждены государственными наградами. Орден Богдана Хмельницкого третьей степени получили 29 воинов. Медаль за мужество – 72. За военную службу Украине – 11 человек, за безупречную службу – 1. А 21 воин отмечен наградами посмертно. На соответствующий указ подписал президент Украины. Кроме этого, Петр Порошенко подписал указ о повышении предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе, которые имеют опыт военной службы и могут быть использованы для докомплектации Вооруженных сил Украины и других военных формирований. В Луганске шесть мирных жителей ранены осколками во время обстрелов боевиками. Шестилетняя девочка погибла в связи с тяжелым ранением головы. Беременную женщину привезли в больницу с ранением живота. Она жива, но о ее состоянии на данный момент ничего не известно. Город полностью отключен от энерговодоснабжения. Не работает стационарная и мобильная связь. Кроме того, повреждены или разрушены 40 образовательных учреждений и 7 больниц. Остро стоит вопрос нехватки медикаментов, поскольку работает всего несколько аптек. Большая часть предприятий прекратили свою работу из-за вооруженных противостояний. В Донецке ночью во всех районах были слышны взрывы, залпы из тяжелых орудий и автоматные очереди. Сообщения о жертвах не поступает. Напомню, вчера в результате обстрелов террористами жилых кварталов Донецка погибли 4 мирных жителя. Еще 18 получили ранения. По данным СНБО, боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы и разрушают инфраструктуру, таким образом дискредитируя украинских силовиков. В то же время, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Специалисты облэнерго и энергоуголь сейчас восстанавливают поврежденные сети энергоснабжения. А Донецк горк теплосеть продолжает плановую подготовку к отопительному сезону. В Славянске 99% жителей уже обеспечены водой и электричеством. Спасатели совместно с коммунальными службами города возобновили электроснабжение всех 14 микрорайонов города. Вновь подключены к электросетям Славянский горсовет, больница и Управление государственного пенсионного фонда. Возобновили работу хлебозавод, торговые супермаркеты и прочие важные объекты инфраструктуры. Также восстановлено водоснабжение, а городская котельная готова к отопительному сезону. Силы антитеррористической операции освободили поселки Меусинск и Круглик Луганской области, а также Пантелеймоновку, это Донецкая область. Эти населенные пункты имеют важное стратегическое значение, поскольку фактически перекрывают трассы, по которым боевикам подставлялось оружие. По словам спикера информцентра СНБУ Андрея Лысенко, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли 15 силовиков, еще 79 получили ранения. Террористы более 40 раз обстреливали украинских военнослужащих. Активные боевые действия проходят возле Красного Яра, Горловки, Успенки, Каменки. Из минометов в боевике обстреляли блокпосты возле Камышного и Мелового. Кроме того, из Града в наемнике открывали огонь по силам АТО Близного Анновки, Вергунского разъезда, Стукаловой балки, а также в районе аэропорта в Луганске. Также Андрей Лысенко сообщил, что за последние сутки российские беспилотники вновь нарушали воздушное пространство Украины. За последние сутки пограничники зафиксировали пять российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Украины, в районах экватории порта Мариуполь, под направлению Армянск, Красный Чабан, Херсонской области, Геническо и Бердянско. Россия не только обстреливает наших военных, но и продолжает поставлять боевикам на востоке Украины тяжелое вооружение. Так, вчера наемникам из Федерации в Красный Луч Луганской области поступило 15 установок ГРАД. Андрей Лысенко сообщил также, что в морге Луганска обнаружено тело прокурора города Свердловска, на котором видны следы пыток и удушья. Прокуратура долгое время пытали террористы, требуя перейти на сторону так называемой ЛНР. Не получив согласия, боевики повесили украинского милиционера. По словам коллег, он до конца выполнял свой долг и не стал предателем, и остался настоящим патриотом Украины. Добровольческий батальон «Айдар» в будущем может стать спецподразделением вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Валерий Гелетеев в ходе рабочей поездки по местам дислокации подразделений вооруженных сил Украины. В частности, он встретился с личным составом 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» и принял решение более интенсивно задействовать его при выполнении боевых задач АТО. Для этого подразделению предоставят дополнительное вооружение, в том числе и военную технику. Личный состав пройдет переаттестацию, в результате которой отберут лучших бойцов. Сегодня в зону АТО отправили добровольцев из батальона «Шахтерск». Еще недавно этот батальон участвовал в освобождении Маринки. И уже в скором времени новоиспеченные бойцы примут участие в антитеррористической операции на Донбассе. Добровольцы отправились в зону АТО, где они вступят в бой с террористами. Забрать молодых ребят приехали командир батальона и его заместитель. Всем, кто отправится в зону проведения антитеррористической операции, найдется применение. Даже если они не попадут на передовую, их помощь нужна будет в самом подразделении. В боевом подразделении можно заниматься и нужно заниматься всем. Начиная от распилки дров для полевой кухни, носить воду из бивака в эту полевую кухню, ходить в караул, убирать территорию. То есть любой человек, который туда приехал, ему найдется задача. В батальон попали не только бойцы со всей Украины, но и из Крыма, и даже из России. Антон Черкас решил поменять свое российское гражданство еще задолго до событий на Донбассе. А после зимних событий он понял, что обязан принять участие в восстановлении мира в стране и уже побывал в батальоне Донбасс. Когда произошли события на Майдане, я очень со всей душой откликнулся на эти события, поддержал события на Майдане. И тогда уже у меня родилась мысль о том, чтобы получить украинское гражданство. Потому что я поверил в эту страну, поверил в те демократические процессы, которые происходят здесь. Я не стал кидаться в омут с головой. Я выждал некоторое время, чтобы укрепиться в своем решении. И в начале апреля я подал документы на получение украинского гражданства. Проводить в добрый путь бойцов пришел служитель Украинской Православной Церкви. Вместе с бойцами он прочитал молитву и торжественно осветил их. Под святую воду попали и бронежилеты украинских военнослужащих. Такая процедура освещения проводится каждый раз, когда батальон отправляется в зону боевых действий. Сегодня тут, на этом святом месте, на Аскольдовой могиле, давнем храме Украины Руси, где есть могила героев Крут, также тут находится могила неизвестного героя Небесной Сотни. Мы будем молиться и благословим украинских военных на победоносную борьбу за Украину. И благословение нашим украинским добровольцам на победную и сильную борьбу за Украину. Поддержку военных дети из Одессы передали письмо с пожеланиями победы и своими рисунками. А девушки раздали бойцам цветы с надеждой на скорейшее возвращение. Вероника Сектым, Виктор Сенкевич, БТБ. Россия арестовала украинских офицеров 72-й механизированной бригады. Они были в числе сотен украинских солдат, которые отступили на территорию России, когда у них закончились боеприпасы. Точно непонятно, на каких основаниях Россия собирается привлечь офицеров к ответственности. Их обвиняют в использовании тяжелого наступательного вооружения, неизбирательного действия. Также проверяется их причастность к обстрелам российской территории. Офицеры находятся в следственном изоляторе в российском Донецке. Украинцы могут подвергаться преследованию на территории Российской Федерации, поэтому правозащитники просят сограждан быть очень внимательными. По данным консульства Украины в России, только в Рязанской области незаконно удерживают 40 украинцев. Сколько всего наших граждан подвергается насилию в депортационных центрах и СИЗО, не может сказать никто. Украинцев России могут преследовать так же, как и грузинов в 2006 году. К такому мнению пришли правозащитники, которые сейчас занимаются вопросами наших сограждан, незаконно задержанных на территории РФ. Эта ситуация становится массовой, и каждый украинец, находящийся на территории Российской Федерации, подвергается риску, как минимум, незаконного задержания и выдворения за пределы Российской Федерации. А также есть серьезные основания полагать, что с помощью пыток от них могут получить какие-то показания о совершении ими якобы преступлений. Три месяца назад двух львовских студентов задержали на территории соседней страны только за то, что они не точно указали цель визита в миграционной карте. Все это время они подвергались пыткам и допросам ФСБ. Издевательства над украинцами прекратились только тогда, когда к ним допустили консула. После тех, можно сказать, пыток, они не выдержали физически и морально, и себе порезали вены и живот для того, чтобы встретиться с адвокатом и консулом. Встречи с ними были запрещены. Когда консул встретился с пострадавшими, было выявлено, что только в этом депортационном центре незаконно пребывает 40 украинцев, а таких центров на территории России множество. Правозащитники северной соседки тоже возмущены, что у них в стране не соблюдают букву их же закона. Прошло достаточно времени для того, чтобы вы их провели, когда документы забирались в первый раз, убедились, что никакого страна же тут нет, и следовало людей, конечно, отпустить. Чего от них хотели, этого я сказать не могу, но это, по всей вероятности, они откажутся, когда опаратся на родине. Мне очень грустно, что происходят такие вещи, и очень грустно, что у нас не соблюдается наше собственное законодательство. Сейчас в России за освобождение борются родители задержанных. А правозащитники, в свою очередь, говорят, если ребята не будут освобождены в ближайшее время, они обратятся в Европейский суд. Елена Деркач, Владлен 0, БТБ. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов останется под стражей. Такое решение принял Мосгорсуд в ответ на апелляцию защиты с просьбой отменить решение о продлении ареста. Адвокат Сенцова настаивал на том, что арест режиссера в Симферополе был незаконным при участии нелегитимных судьи, прокурора и адвоката. Ранее Лефортовский суд продлил Сенцову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца. Украинского режиссера Сенцова, которого обвиняют в якобы подготовке терактов, российские правоохранители задержали в Крыму 11 мая, а уже через неделю перевели в московский СИЗО. Кроме Сенцова, российские спецслужбы на территории Крыма задержали еще троих человек. Им якобы инкриминируют участие в диверсиях. Служба безопасности Украины задержала трех диверсантов. Все жители Донецкой области, а их руководитель прошел военную спецподготовку в Ростовской области. Он получал указания кураторов из главного разведуправления Генштаба Федерации, а также вербовал наемников. Террористы должны были дестабилизировать обстановку в Мариуполе, Новоазовске и поселке Ялта Донецкой области. Они также передавали сведения о расположении украинской военной техники и блокпостов. Международные эксперты прекратили свою работу на месте падения малазийского Боинга из-за постоянной угрозы их жизни. Как только ситуация стабилизируется, эксперты продолжат работать. Вторую фазу поисков обсудят на следующей неделе. На месте крушения малазийского Боинга остаются неисследованными как минимум три зоны с обломками. Национальный банк Украины распорядился прекратить все финансовые операции на подконтрольной террористами территории. А также обязал Укрпочту и небанковские учреждения, которые являются платежными операторами, приостановить приемы выплату денежных переводов. Все для того, чтобы обезопасить как самих клиентов, так и работникам финучреждений, а также обеспечить стабильность банковской системы. После перехода городов Донбасса под контроль украинских сил банки и другие платежные организации обязаны принять безотлагательные меры для восстановления финансовых операций. До полного восстановления деятельности банки вправе предоставлять клиентам услуги с помощью средств мобильного обслуживания, говорится в постановлении регулятора. На территориях, которые вновь находятся под контролем легитимной власти страны, жизнь возвращается в нормальное русло. Об этом заявил помощник Генсека ООН по правам человека Иван Шиманович в Совете Безопасности ООН. Отдельно помощник обратил внимание на рост преследований и дискриминации украинских граждан в Крыму. Он заявил, что сбитие Боинга должно быть расследовано, особенно учитывая заявление, что это могла быть спланированная акция. В отчете Шимановича говорится о скорой профессионализации групп боевиков, среди которых есть граждане России, которые все лучше организованы и обеспечены тяжелым оружием. В результате ежедневно на Донбассе гибнут и получают ранения 50 человек. Там царит атмосфера страха и террора. По данным Шимановича, на подконтрольной боевиками территории похищено 924 человека, иногда для получения выкупа. Это же подтвердил помощник постоянного представителя Украины при ООН Александр Павличенко. Наши города и деревни используются боевиками как живые мишени. Боевики похищают людей для обмена, получения выкупа или использования в качестве рабской силы. Нельзя допустить, чтобы под прикрытием гуманитарной помощи в Восточную Украину проникали силы, которые насильственно захватывали территорию. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. Россия на этой неделе предложила создать гуманитарный коридор для того, чтобы помогать страдающему населению в Украине. Однако помощь должна оказываться международными гуманитарными учреждениями, у которых есть и экспертный опыт, и беспристрастность. Нет логического обоснования тому, чтобы Россия требовала дать ей возможность оказывать гуманитарную помощь. В свою очередь постоянный представитель Литвы Раймонда Мармакайте заявила, что на Донбассе царит закон пистолета. По ее словам, сепаратисты, которых поддерживает Россия, часто и многократно нарушают права человека, продолжая подрывать суверенитет Украины и территориальную целостность. 104 здания захвачены этими сепаратистами. Они используют складские и заводские помещения для военной подготовки. Сепаратисты захватили примерно 800 человек. Где находятся более 400, захваченных ранее неизвестно. Александр Мужичук, БТБ. Австралия готовит новые санкции против России на тот случай, если российские войска под видом миротворческого контингента войдут в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Тони Эбботт. Ввод российских войск на нашу территорию Канбера расценит как вторжение, а не как гуманитарную миссию. При этом страна не будет ужесточать санкции в отношении Москвы, если российские войска останутся на своей территории. Напомню, сейчас на границе с Украиной Москва проводит беспрецедентные по своему масштабу военные учения. Беларусь отменяет обязательное лицензирование украинских товаров с 19 августа. Как говорится в сообщении МИДа страны, это делается согласно с договоренностями, достигнутыми 5 августа Межведомственной комиссией по международной торговле. Отмена лицензирования украинских товаров должна произойти синхронно с отменой украинской стороной специальных импортных пошлин на белорусские товары. Ранее Беларусь ввела режим лицензирования на импорт пива, кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, цемента, стеклополированного и стеклотары из стран, которые не являются членами таможенного союза. В Киев прибыл самолет из Канады. В нем 32 тонны военного оборудования и снаряжения. Речь идет о шлемах, защитных очках, бронежилетах, аптечках неотложной помощи, палатках и спальных мешках. Это только первая партия груза. Всего запланировано несколько поставок снаряжения на сумму 5 миллионов долларов, которая поможет обеспечить безопасность Украины и ее восточных границ. При госзакупке лекарств для армии были обнаружены существенные нарушения. Об этом заявляют в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения о наличии в действиях должностных лиц Минобороны признаков уголовного преступления. По статье «Халатное отношение к выполнению служебных обязанностей». Так, в мае 2013 года Минобороны начала процедуру закупки лекарств. Участие в открытых торгах тогда приняло 11 предприятий. После этого результаты торгов были отменены, а в сентябре-ноябре организованы повторные торги. При этом количество участников и лотов было искусственно сокращено, что привело к увеличению стоимости лекарств. В результате размер расходов бюджетных средств на их закупку вырос на 2 миллиона 800 тысяч гривен. В центре Киева сегодня около украинского дома прогремел взрыв. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Он угрожал директору украинского дома и бросил его сторону гранату. Очевидцы происшествия помогли схватить преступника, вызвали и скорую, и милиция. Ранено два человека, один из них направлен в госпиталь. Коммунальщики разобрали две баррикады на Майдане Независимости в столице, а также вывезли около 20 машин мусора. Исчезли заграждения на Крещатике возле Дома профсоюзов и на перекрестке с Институтской. Жители палаточного городка по договоренности с главой Киевской городской администрации Виталием Кличко сопротивление не оказывают. Городской голова также лично примет участие в завтрашней уборке Майдана Независимости. Она начнется в полдесятого утра. Министерство культуры Украины разработало предварительный план по празднованию Дня Независимости в Киеве. И надеется, что обитатели Майдана не будут мешать киевлянам. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук. По его словам, сейчас ведутся с ними переговоры об освобождении центральной площади страны. В министерстве надеется, что в День Независимости на Крещатике все-таки пройдет парад, в котором будет участвовать военная техника и авиация. Относительно того, насколько мы сможем прийти к пониманию, чтобы все, кто сейчас есть на Майдане, поняли, что на самом деле его, Майдан, освободить необходимо. И сейчас дать возможность обезопасить от провокаций и подобного, чтобы подготовить сам Майдан и Крещатик для этого парада. От этого зависит, будет ли парад на Майдане Независимости. Украина должна законодательно закрепить право коренных народов, уверенный в Меджлисе крымско-татарского народа. Если бы такой документ был, это помогло бы избежать целый ряд межэтнических и межнациональных проблем на территории полуострова. Как собираются действовать представители крымско-татарского народа, далее в сюжете. По сей день права крымских татар не определены в Украине на законодательном уровне, говорит Мустафа Джемилев. Он также отметил, есть соответствующая декларация ООН, в которой говорится, что без твердого согласия коренного народа на его территории не могут проходить какие-либо войны, либо размещаться военные базы. Я не думаю, что страна, которая оккупировала нашу территорию сейчас, считалась бы с этой декларацией коренных народов. Она не считается и с другими более подписанными самим же этим государством нормами, в частности Будапештским соглашением 1994 года. Она все-таки оккупировала, совершила агрессию, но тем не менее это был бы одним из довольно веских аргументов для освобождения нашей территории. В то же время представители крымско-татарского народа инициируют переименование Крыма в Крымско-татарскую национальную автономную республику. Мустафа Джемилев отметил, данный вопрос он лично обсуждал с президентом Украины. Но главное не столько название, главное содержание. Поэтому один из основных элементов – функционирование крымско-татарского языка, как одного из официальных языков полуострова. Мы считаем, что в Конституции Украины должно быть записано, что автономная республика Крым – это национально-территориальная автономия крымско-татарского народа, демократическая автономия в составе демократической Украины. Но как бы ни разворачивались события, глава Меджли Сарифат Чубаров уверен, рано или поздно все закончится за столом переговоров, за которым должны быть восстановлены гарантии на свободное развитие и свободную жизнь, и прежде всего народам. По моему мнению, за этим столом слабая позиция должна быть у Российской Федерации. И не только потому, что она является агрессором, хотя это главный фактор. Но и потому, что в Украине должны быть все главные, признанные международным правом аргументы, которые не смогут найти никаких возражений. Аргументация коренным народам, международным правам, покоренным народам – вот это и есть позиция Украины. В России воспользоваться Wi-Fi в общественных местах можно будет только по паспорту. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства Федерации. Таким образом, оператор будет идентифицировать пользователя интернета. Кроме того, сведения по этому человеку, его фамилию, имя, отчество и реквизиты документа, а также информацию об объеме и времени оказания услуг провайдер обязан будет хранить в течение полугода. Дмитрий Медведев обязал в соцсети устанавливать оборудование для ФСБ. С его помощью спецслужбы и правоохранительные органы будут осуществлять свою разыскную деятельность. Интернет-ресурсы будут обязаны внедрять оборудование согласно плану, разработанному ФСБ. По мнению экспертов, такие мероприятия облегчат спецслужбам поиск людей, которые написали тот или иной текст или комментарий. Хорошо еще, что в России в людей не вживляют электронные чипы, по которым пускают электронный ток в случае неповиновения Кремлю. Слава Богу, что мы живем в Украине. Слава Украине. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, так будет и далее. Приятного вам пятничного вечера и до встречи в 22.00. Редактор субтитров А.Семкин